всех приветствую с вами я ваш веган христолюб с вами сегодня четвертое видео веган по библии где я читаю в комментарии какие-то относящиеся в принципе из тех которые сегодня прочитаю ну два можно сказать будет не совсем по библии но не суть важно так как я уже в принципе веган по библии записал целый плейлист на своем канале и записал все его уже закончил принципе я уже сам знаете людям просто ссылки даю на свои ролики тоже есть ответ уже на все эти вопросы и порой и если конкретно особенно на место на места ссылаются но очень часто хоть этот комментарий может расплывчатый все равно он там и цитирует эти места конечно же я уже людям просто даю ссылку на свой плейлист кого из желания я в конце ним еще более подробнее скажу какое желание тут будет смотреть кого нет то нет но я решил прочитать они у меня в папочке я как-то скриншоты сделал всех этих комментариев жалко один самый большой там не с ним не полный но ничего ладно просто прочитаешь чтобы их там удалить себе галочку поставить что я это сделал некий саша тютях пишет веганы часто крис критикуются мясоедов при этом обязаны тем же мясоедом жизни веганы мясоедом никакой жизни не обязаны ибо вегана не встретишь в забое шахты бурящих проходку или почему веганов нет на нефтяных платформах в открытом море или почему веганы живут лишь в теплых уголках планеты они в суровых арктических широтах и сразу хочу сказать знаете вот эти вот знаете как работает пропаганда она ничего не доказывает тоже знаете она вот просто говорит все что есть саша некий да он просто перечисляет вещи которые абсолютно недоказуемые да и он их никак не доказывает и более того доказать в принципе невозможно до строить свою логику на том что веганов нету в шахте там бурящих в добыче нефти на нефтяных платформах кто тебе сказал что нет но у меня вот есть уже так как я общаюсь в интернете у меня есть люди которые сами ты не свидетельствует я сам свидетельствую всем что вот пожалуйста я там сварщик целыми днями там железяки там таскаю нереальные да и веган уже сколько лет вот поэтому что это за утверждение на чем не основаны и знаете что по поводу жизни там обязаны это вообще такие глупости но хорошо в нью-йорке сейчас губернатора стал веганом ну и что теперь все будет ему жизнью обязаны потому что ну вот тебе пожалуйста все нью-йоркцы обязаны до губернатору штата потому что что он он веган ну что это за бред за все пособия которые теперь там получают все социальные программы за все добро что он так скажем делает все нью-йоркцы все труппажоры обязаны вегану этому штату и таких примеров полно веганов сколько сколько людей до на разных местах что теперь такой бред вот такие знаете утверждение конечно пустые они ни на чем не основывается просто набор слов до веганы по засядать в квартирах и спортзалах и хвастается непонятно чем и на самом деле им и их их на самом деле жаль ну игры глупости конечно такие даже читатель неохота порой а вообще веганов можно сравнить с религиозными фанатиками какой-то секты с ними говоришь они смотрят сквозь тебя и продолжают гнуть свою линию им животные важнее человека ну по поводу животных важнее человека естественно что раз говорил человек который познал истину он и любит все он не он не он не делает разницы он не вешает на весы слушай вот человек а вот человек этот же губит природу и я не должен этому человеку говорить что это плохо потому что у меня человек выше природы да если мой ребенок бьет кошку я я тихонечко дальше сижу на лавочке мамашка дура да или папашка идиот и смотрю как он кошку лупасит ведь ребенок же выше мой животного это настолько это вот такие знаете вещи говорят лишь о тупости человека о тупости и о низкости его уровня развития вот именно тебе человек горит о любви к животным а ты как раз сквозь это смотришь и тебе на все насрать ты человека грешника причем возвел на пьедестал почета да и любой зло которое он творит оправдываешь только тем что он просто человек и что дальше чек-то он да а какой он человек нужно понимать что до убивать пусть и ради игла на знаете вот эти люди меня чем поражает вот смотрите он сейчас сам будет все равно чек сам признает что это зло то есть тебе веган говорит что это это зло и говорят что веганы там какие-то вон фанатики кому-то что должны никто тебе ничего не должен а то что где-то нефть добываешь ты за деньги получаешь веган то тут причем добываешь деньги ну и что что это нефть превратилась вы знаете еще такое ощущение что вот эти люди которые смотреть очередная тупости такого человека веган не веган трупожор на нефтяной скважины заработает ну и что что-то нефть добываешь хорошо ты свою зарплату получаешь причем немаленькую или ты на севере как он говорит там да на севере зарплаты в три раза больше чем на юге ты сайт чек сам выбрал это абсолютно алчный жадный человек до веган не поедет у вегана святая жизнь особенно христианин еще такой как я и и деньги естественно он выбирает святую жизнь он и на юге вот им правит их сидят на вида святой человек живет там где он может жить не творя зло а это получается помимо то что он алчный это значит и во все сферы его жизни проявляется и жадный да он еще и едет туда где вот именно не может быть допустим вегана зачем ты едешь туда ради денег все и ты там что денег не получаешь то зарплату в три раза больше получаешь чем на других местах хорошо это нефть превратилась бензин не что ее мне кто-то на дух хоть заправки бесплатно это залили нет я за это заплатил и что дальше а что на нефтяные вышки только на севере стоят да у нас по всему миру нефть добывают и что той же самой африке где в одних трусах только и можно что работать ну что за бред вот это да вот человек несет на эти вот все подряд все подряд чем сам сейчас будет говорить что да это как бы зло вы знаете что самое удивительное нужно быть адекватным да это точно нужно понимать что до убивать пусть и ради пищи это в любом случае плохо вот вдумайтесь человек только что пытался тут что-то говорить типа умные сам пишет что убивать ради пищи от плохо но в целях выживания от необходимости где опять спрашиваешь где выживать то привел кит буровые вышки да не по всему миру они по всему миру эти пуровые вышки что дальше ну что по поводу выживания да мы как без бензина выживали до тысячи лет ничего может не надо столько добывать или добывать в тех местах где человек не способен жить из как ты говоришь что на весах у нормального человек который познал истину идет ко свету к божественности своей души ему зачем это нефть он завтра сдохнет все равно как и все его жизнь это школа жизни научиться добру вот так вот поэтому когда конечно трупожорство прикрывает или убийство эксплуатации животных якобы выживаемостью да а то выжить негде ну по поводу просто я почему это хоть и зачитывая знаете я уже дал ответы на все эти вопросы по поводу в рамках плейлиста не веган потому что да потому что там на севере живут я все на это уже конечно ответил но решил все равно сегодня такой ролик записать так скажу так мне стыдно смотреть глаза умирающим от голода детям мне интересно то смотрит глаза конечно нет знаете вот это вот брехло которое несет вот это все подряд вот ты ты смотришь глаза каким там умирающим детям вот ему стыдно кому ты посмотрел при этом отказываться от еды вы смотрите человек несет вот заметьте вот когда человек бесноватый он все дерьмо в одну кучу смешивать вместе со сладким лишь бы испоганить сладкое а почему ты слова еды здесь употребляешь при этом отказываться от еды пусть даже если это мясо нет не пусть даже ты лишь отказываться от еды тебе тебе как-то смотреть ты бедный мне интересно где ты сам ты живешь где дети голодают или ты тоже в хорошем месте устроился и много лет этим детям помогаешь да кому ты вообще помогаешь каким голодным детям ты там помогаешь целыми днями смотря им в глаза напиши подробнее тогда где ты кто ты где твоя деятельность открытые или закрытые каким ты детям там помогаешь смотря в глаза и что значит пусть даже это мясо не мясо это убитое животное зачем его убивать то если у тебя есть деньги еды на планете полно но прокормит этих голодающих детей это все знаете вот это все лукавые дьявольские такие козни как будто без мяса без мяса живут веганы вообще веганы живут живут и до старости живут да и знаменитые веганы которые у всех на глазах которые свидетельствуют жизни и прошлых времен прошлых тысячелетий столетий даже десятилетий от известные люди наберите в поисковике известные веганы вам столько людей круга даже не знали что не веганы веганы покойно живут да и врачи и там и то же самое да и ничего поэтому все это вы знаете бредятин об этом даже говорить как он горит вот слепые да ты слепой такие минуты перебирать харчами это кощунство это хватит заниматься и хватит заниматься ерундой и думать что ты умнее бога который кстати в той же библии ну ведь и принципе комментарии уместные он что переходит на библию они же все знают я же себя с христианством отождествляют да тоже библии все движется доживет все будет вам в пищу ну цитирует якобы девятую главу на которую мне уже все давно я ответил да при этом четко предупреждалась мясо каких животных полезно для человека и какой нет тут вообще уже на моисея переключился ну смотри что-то разрешил получать смысле что-то не том что выше бога был до ночной все было разрешено моисей уже решил на чистое нечистое поделить вы знаете эти люди готовы и вот все я говорю все говно в одну в один чан смешать что вы просто не разобрались вы заметите какой комментарий человек не поленился столько дерьма написать вот люди тратят свою энергию на то чтобы быть возле и защищать зло вот все дерьмо от все в кучу мешает 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 и дети и и нефтяные вышки на игре он там за деньги вообще работает бензин мне тоже все все по цепочке кто в этой участвует когда этот бензин я вообще-то его купил в кайф как конечный продукт я заплатил всем я никому жизнью не обязан я ему заплатил за этот бензин умеешь и бесплатно что ли бензин дал да или электричество которое как говорят ну ты что же пользуешься светом это где-то там тепло станция электростанция 100 тепло по запу потребляешь теплостанция электроэлектростанция я за это плачу я за это плачу я никому ничего не должен я как веган другие продукты произвожу на своей работе работаю да мне люди тоже платят в свою очередь просто платят те же самые тру пожары платят то я кому то плачу плачу им не дата что-то не зло делали я просто плачу куда они дальше, как в своей жизни распоряжаются, это уже их дело. Я и труппажору заплатил, даже если мне нужна, я не могу все в жизни уметь делать. Я пользуюсь какими-то услугами, я живу в какой-то там стране, обществе, государстве, я не могу его сломать, да? Я пользуюсь какими-то услугами, но я плачу им не за то, что они животных убивали, я ему заплатил за ту работу, которую он не выполнил, благую работу для меня. Что-то мне построил, сделал, отремонтировал, да. Я заплатил. Что, куда он дальше это потратит, он может пойдет детей насиловать. Я ему раз за это платил, чтобы он себе там наручники, иглы купил, чтобы детей насиловать, колготки себе на голову. Нет, конечно, я ему заплатил за ту работу, которую он для недел. Вот все говно смешают, знаете, в одну кучу. Все из Библии. Ему все равно, вот он из Библии будет вам накидывать. Тут же Ноя привел пример, и тут же тебе Моисей приводит. Получается, Моисей прямо, но ты мне задаешь вопрос, где Ноя, и сам говорит, что, пожалуйста, ты умнее Бога. Ну, а ты тогда Моисею задай вопрос, что ты его цитируешь тогда? Моисей, что, умнее Бога? Ты тогда ответь, чтобы его цитировать мне. Но он оказался умнее Бога, раз он решил. Ноя было все разрешено якобы, по-твоему, есть. А Моисей уже стал там чистое, нечистое, так называемое делить. А Ной-то, что умнее Бога, когда от начала творения мира, мир был веганством, и убивать, и эксплуатировать животных было запрещено, а была вменена человеку обязанность любить все творение, да, и заботиться над ним, то есть, господство и заботиться о нем. Ну, ты сам тогда ответь вот на эти вопросы, и ты им сначала задай тем, кого ты цитируешь. Да. Я говорю, что они как раз были не умнее, а тупее Бога, да. Потому что Бог в первой главе дал четкое определение, что в пищу. Но и умнее Бога, нет тупее. Моисей умнее Бога, нет тупее. Вот тебе ответы. Так, ну, тут все это цитирование, жвачку, это все, конечно, понятно. Верблюды, короче, весь ветхий собрал тут. Неслих трупов не прикасается, но изначально сам пишет, да потопа и правду, никто не ел мяса. И цитирует бытие. Вы знаете, прям этим заканчивается удивительный комментарий. Ну, так в чем проблема? По Писанию, вот так вот, мы все должны вернуться в райское состояние. По человеческому отношению. Основная масса веганов ни к каким религиям себя вообще не относит. Выбирают это по человеческим, по этическим, по соображениям доброты и любви. В чем проблема? Понапихал сюда все подряд свой комментарий, в оконцовке сам заканчивает, что мне даже ничего добавить нечего, кроме того, как прочитал. И как прочитать то, что он написал. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие, да и будет в пищу. Я просто, кстати, не читал этот комментарий перед роликом. Я думал, он к веганству по Библии не совсем будет иметь отношение. Нет, как раз просто он собрал сюда все подряд, да. Как веганским способом, следующий комментарий, исходя из ситуации на сегодня, накормить и одет, а также лечить население планеты. Ну, я написал, стань веганом, узнаешь, потому что, вы знаете, был такой святой, ортодоксальный, Иоанн Лесточник, он эту фразу когда-то употребил, она мне очень зашла. Ну, потому что это то же самое, о чем Иисус говорил, сотворите и научите. Я, собственно, жизнью так деятельно и познала, потому от познания сам это говорю, действительно. Вы знаете, истинно познают спасение жития. И причем это замкнутый круг. Иисус говорил, вы не идете к свету, потому что дела ваши злые. Так как прийти к свету? Делать дела света. А если ты их уже делаешь, ты идешь к свету, но ты уже сам стал светом, потому что ты их делаешь. Это замкнутый, так скажем, в кавычках порочный, наоборот, хороший круг. Как познать истину? Поступать поистине? Пусть через силу, пусть ты сегодня еще ничего не понимаешь. Ты грабил, перестань грабить. Грабить, да. Ты обижал, перестань обижать. Ты воровал, перестань воровать. Ты там уничтожал, убивал, перестань убивать. Неважно, людей, животных. Да. И делая это, ты начнешь понимать. Да. И более того, делать надо не только переставать, а делать обратное. Да. Ты калечил людей, был там бандиком. Ты, наоборот, пойди, помоги кому-нибудь. Да. Исцели кого-нибудь. Спаси кого-нибудь. Помоги кому-нибудь. И ты увидишь, что такое любовь. Сколько ты ее в ответ любви испытаешь. Наоборот, ты прекрасно знаешь, сколько ты зла испытывал, когда зла творил. Любая жертва тебя ненавидит, и все ее окружающие люди. Вот и все. Поэтому... И вообще, знаете, сам вопрос меня опять всегда удивляет. Как веганским способом, исходя из ситуации на сегодня, накормить, одеть, а также лечить всех детей, слушайте, в современном мире любого веганского активиста, проповедника послушаешь, это как раз аргумент для вегана всегда, что в современном мире, ну, сегодня у нас, в частности, 25 марта 2022 года, когда я записываю это видео, в современном мире быть не веганом, вот это как раз уже явно извращение и просто алчность похоти человеческой, потому что все есть. Все есть. Магазины просто валятся. Не просто там какими-то продуктами веганскими, так называемыми, цельноплодными, такими, да, крупами, всеми этими. Полно всего, даже в любом труппажорском, так называемом, гипермаркете полно продукции, которая сама по себе и труппажоры потребляют ее как веганскую, потому что она просто является сама по себе веганским. Даже возьмите те же самые салаты в любой столовой, в принципе, веган всегда, ну, по крайней мере, в России может покушать, потому что есть какой-нибудь там огуречно-помидорный салатик, зеленый, как их называют, есть там капустный с морковкой, есть там тыквенный всякие морковные такие вкусные, винегрет в России, он, в принципе, веганский. Ну, я говорю, бывают места, сейчас извращаются, и винегрет могут делать с мясом, но это редко, сейчас, конечно, не знаю, я давно уже нигде особо не бываю, вот, но вообще, винегрет всегда был веганским блюдом, вот, по сути своей, хотя и у них кто, и труппажор даже не знает, что он, получается, по вегану в этом плане питается, да, когда-то себе там где-нибудь в столовой, даже на заводе там, или в кафе, на работе где-нибудь вы там кушаете, или в дороге там, что вы это веганское блюдо, по сути-то, берете, вот, поэтому в современном мире, да, заикаться еще о том, что как тут, да, хотя есть ситуация, вы тогда вопрос просто изучите, изучите, особенно, об этом и веган, и активисты говорят, проповедники, я об этом редко говорю, обычно это в фильмах, я тоже, когда вот эти художественные, так называемые документальные фильмы, о веганстве, да, насколько уходит, и почему там, как бы, тоже одна из таких линий, почему борется с животноводством, как бы, аргументы, действительно, перестать это делать, потому что на производство одного куска мяса уходит, там, в разы, там, 16-24 раз больше всякой еды, воды и так далее, при котором человек мог бы жить и питаться, да, даже из этого, просто, эти вопросы, узнаете по поводу одежды, да, сейчас вся одежда искусственная, или так называемые, из чего только не делают уже, что только не придумали, я имею в виду, из чего угодно, только не из животных, там, да, вот, в современном мире есть все, все абсолютно, причем это такое же качественное, такое же, возьмите, если там зиму теплое, вся эта синтетика, намного даже теплее, можно сказать, чем это меха, да, почему-то все эти спортсмены, они там не в натуральных мехах, а вот в этих там двух-трех синтепонных комбинезонах, которые действительно шикарно греют, и там можно сейчас и в Арктике спасаться, и все, вот, так что, все это и по поводу шлечения, то же самое, да, то, что нас подсадили на эту иглу медицины, там, всех этих таблеток, это все такая чепуха, и на крови, и слезах, и природы, в частности, животных, и людей, ничего доброго не построишь, поэтому мы до сих пор, и все и болеем, и умираем, ничего медицины не может, а потому что вся она на крови, вся она абсолютно на крови стоит, но медицина есть при этом народная, да, поэтому, пожалуйста, лечить на здоровье, надо тогда вернуться к этим истокам, да и все, поэтому все эти, конечно, вопросы, знаете, все это отговорки, я, по-моему, как-то даже, что ли, зачитывал это, а, но она мне разный писал, я ее потом заблокировал, soul angel, я еще тогда, всегда, я всегда, тут, прямо буду говорить, я как бы высмеиваю, такие, ники, имена людей, которые жизни их не соответствуют, она soul angel пишет, душа ангела, я ей говорю, что у тебя душа не ангела, а дьявола, она пишет, веганство ошибка, веганство это равно любовь, в частности, просто к животным, как я все говорю, веганство это часть христианства, христианство это любовь ко всему, ибо Бог есть любовь ко всему, его творению, вот, веганство, часть христианства, это любовь конкретно к животным, Ну, и к растительному миру, в принципе, веганы тоже нормально. По сути, они такие же зеленые, как их называют, гринписовцы, да. Она пишет прямо. Ну, я ей, в принципе, давайте я ее делаю сейчас. В Ветхом Завете следует есть говядину. Пусть молоко козье, пить молоко козье, печь самому хлеб без дрожжей, потому что от демонских атак вам нечем будет восстанавливаться. Я думаю, человек вообще с головой что-то не то. И еще вот передача слышащим. Какой-то ссылка. Нужно покаяние и спасение. В чем покаяние? Правда, они вечно каются, грешники, вот эти. Непонятно в общем, религиозные, да. Так вы и покаетесь вне любви к животным. И спасение. Любят все эти слова пустые, знаете. Исследование, да, ну, за Христом, наверное. Вот что самое главное. Знаете, вот эти слова, они же ни о чем. Как, в принципе, и любовь. Любовь без любить, без дела любви, без глагола ничего. Да, можно сколько угодно сидеть, рассуждать. Этими высокими материями, да. Да, покаяние, спасение, следование. Что конкретно? Вы знаете, я не один ролик такой записал. Об этом всегда говорю, как говорил Иисус. У человека видно по его делам. Какова его жизнь, такова его внутренняя сущность. Да. Можно называться душой ангела, да. Петь песни о покаянии, спасении, следовании. А дела какие? Ну, а дела соответствующие. Видно, что не читайте Святые Писания. Да. По мне точно видно, это явно. У меня на канале Христолюб чтение Библии иных Писаний. Вся Библия целиком записана с прочтением и моими комментариями. И в частности по веганству. То есть, уж чего говорить. Целый плейлист, о котором я в конце скажу. Который я закончил. Это веган по Библии, да. Ну, в рамках которого, в общем-то, это видео идет то же самое. Но здесь ответ на вопрос, на комментарий. По всем местам Библии. Где все что-то прямо или косвенно, хоть как-то цепляется за это. За убийство животных, за веганство. Я все там, все места показал, зачитал, прокомментировал. Поэтому, видимо, человек ослеп. Если она видит, что я не читаю Святые Писания. Человек просто слепой. А то, что говорите, ну, прооткричить, что все вокруг слепые. А то, что говорите, а видно, что человек хороший. В духе должны быть. Ой, дух в Святых Писаниях, Ветхий Новый Завет. Я пишу, да, таких бесноватых душ и детей дьявола, как ты. Любовь, конечно же, для таких бесноватых. Я просто это в ответ, знаете, написал, чтобы она задумалась. У нее написано Душа Ангела. Я не просто так говорю, я не обзываюсь. Тут думать, я там кого-то оскорбляю. Нет. Она пишет, что она Душа Ангела. Я ей пишу, что это не так. Пусть в своей форме. Может быть, где-то даже завуалировано, чтобы у нее мышление в жизни немножко развилось. Я ей пишу, для таких бесноватых душ. Она пишет, что она Душа Ангела. У нее ник Soul Angel. Я ей пишу, для таких бесноватых душ и детей дьявола, как ты. Любовь, конечно же, ошибка. Она пишет, что веганство – ошибка. А насилие и убийство – добродетель. Если человек веганство называет ошибкой, злом. Ошибка – это грех. Прямой перевод слова «грех» – это ошибка. Огрех. Его там обычно. Огрех. То есть, что-то не так у меня получилось. То есть, ошибка. Я вот там шкурил или строгал-строгал. Бац. Сучок вылетел. Или еще что-нибудь. Или там чуть больше снес. Отрезал не так. То есть, блин, ошибся. То есть, я сделал не то. Неправильно. Ошибка – это грех. У нее веганство – грех. А веганство – это любовь к животным. Человек, называющий себя душой ангела, любовь назвал грехом. Это дно. Это дно ада. Дно. Душа этого человека – абсолютный мрак. Но в свое время ты вкусишь все то зло, которое причинило миру. Юля. Интересно, почему-то пробел написано. Христос кормил рыбой людей. Помог поймать рыбу Петру. Значит ли это, что тот, кто принял решение самостоятельно, осознанно, не употреблять любую животную пищу, не вправе принуждать или осуждать выбор ближних. Употреблять эту животную пищу. Сегодня я окончательно убедилась, что животную пищу я есть не могу и не хочу. У меня сын – маленький муж, который пьет молоко и едет мясо. Но могу ли я менять их выбор, настаивая на своей точке зрения? Ну, я зачитаю сначала, что я ответил. А может, Христос еще держал жертву насильника, жертву педофила, подворовывал с Иуды, жульничал в сборе налогов с Матфеем и так далее и тому подобное. Какие еще злодеяния мы припишем Богу любви, пришедшему во плоти Иисусу Христу? Бог есть свет, и нет в нем никакой хмы. И еще я написал. Она ответила «спасибо», я улавливаю. Нет, это к другим роликам «спасибо», не под этими комментариями. И еще к другому. Я улавливаю нотки осуждения, где я там писал, что убийца животных – это то же самое, что убийство детей. Это было все полгода назад, я где-то скриншоты делал. Вот, ну, это Юля. Я ее не знаю, но она до сих пор мне пишет. В принципе, вроде как, я так и не понял, становится она веганом, нет. Вчера я видел комментарии, она сейчас часто пишет комментарии под роликами. Но я еще раз скажу все то же самое, что я написал. Первое. Во-первых, по поводу… Очень легко стать веганом, знаете как? И других, в принципе, к этому подводить. Легко я не имею, что они станут веганами, а легко это смог делать. Когда вы перестанете думать о веганстве, это огромная ошибка. Вот о чем мы в предыдущем комментарии увидели. Ошибка не веганство. Ошибка веганством – называть что? Правильное питание. Или вообще питание. Веганство – это о любви к животным. Когда вы это понимаете, я, в принципе, об этом здесь другими словами написал. Сейчас об этом, как говорится, просто разжевываю. Веганство – это о любви к животным. Это очень важно. Когда вы перестанете вообще формулировать свои эти мысли, я просто еще раз, прочитайте, вот даже Юля, свое собственное комментарии, или вы, кто так выражаетесь. Вы, когда говорите о веганстве, вы должны вообще убрать слово «еда» или «пища» в контексте, что это веганство. Ну да, вы слова такие, может, как и я употребляю, что вы жрете труп, опять же, надо правильно выражаться, а не животную пищу. Употребляйте труп, убитое живое существо. Это очень важно. Или продукты, полученные посредством эксплуатации, жестокой, нечеловеческой эксплуатации или убийства прямого, живого существа. Это очень важно понимать. И когда вы говорите, вы тогда будете выражаться. Ты бы комментарий по-другому написал. Ну вот человек выбрал любовь к животным, или выбрал отказаться от убийства, эксплуатации живого существа. У тебя у самой тогда мышление все больше и больше утверждается. И это правильно, потому что ты правильно мыслишь. Это именно отказ об этом. И ты бы половина вопросов пока бы их набирала, ты бы их убрала бы, ты бы их зачеркнула, удалила и даже их писать бы не стала, потому что в этих вопросах уже ответ. Это очень важно понимать. Потому что ты когда все это сам пишешь, или говоришь, или думаешь с кем-то, ты уже сам понимаешь, что ты говоришь или пишешь глупость, или отвечаешь на свой собственный вопрос. Особенно, я говорю, почему глупость-то? Я говорю, тебя будет обличать, допустим, если ты называешься как-нибудь там любовью, топишь за любовь. Я говорю, неважно, видите, любовью называться, ну у меня там ник Христолюб, да, и это уже стало моим именем. У нее там вот, у предыдущей была ангельская душа, как бы хорошая. Все они говорят где-то близко об одном. Человек может быть какой угодно, Дитя Света там может называться. То есть ты за что-то доброе якобы топишь. И как ты топя за что-то доброе, я не раз такие скрины бросаю очень часто в социальных сетях, когда мне пишут, там тоже люди с разными никами. Я когда где-нибудь в телеге там делюсь, ну или вот зачитываю, я всегда показываю. Там недавно, сейчас же, кто знает, Россия убивает украинцев, да, и когда вот это все там, кто против, кто за войне, и то же самое, знаете, да. У одной там, одна пишет там, болеводский просто комментарий про то, что надо, конечно, всех хохлов задушить. Ну у нее ник, не помню точно, но в статусе у нее было написано «Живи и дай жить другим». И я вот это все заскриниваю. Вот, и такой, знаете, бесовский вообще комментарий, она там прям по-полному наезжает. И на меня, по-моему, потому что, ну понятно, что я там какой-то, она под моим постом каким-то пишет, какую-то болеводину отвратительную. Вот, но я все это, я прям заскринил комментарий, и естественно, потом ее ник все это собрал, и уже у себя настроение, тоже поделился, какие гадости пишут, и главное, кто это опять пишет, и что в нее написано. Она пишет, что всех хохлов надо передушить, но у нее в статусе написано «Живи и дай жить другим». Вы знаете, вот, а у одного я же забыл, что же у нее как-то у нее, правда, не правда Люб, а что-то у нее такое тоже, ну что-то Люб такой, прям он такой весь, как у меня Христолюб, а у него что-то тоже такое, такое хорошее, да, написано, это его, по-моему, ник был, или что-то такое, и он такое пишет, что естественно, этому никак не соответствует. Вот здесь тоже очень важно, когда вы поймете, что веганство – это любви к животным, вот, то все у вас станет на свои места, вот, поэтому все эти, знаете, по поводу того, что, по поводу Христа, я уже, это Юля мне неоднократно писала, и уже буквально на днях вышли, прям, относительно сегодняшнего дня, да, буквально вот на этой неделе я выпустил два ролика, первый, просто, можно ли есть рыбу, или нет, и Христос кормил, или там рыбу, и все это, поэтому здесь я и своим словам тогда ответил, да, все это, естественно, по поводу там, что Христос ел, сам жарил, все, брехня, конечно, Бог, любовь приходящего плоти не имел никакой нужды потакать грехам человеческим, это был путь абсолютной святой жизни, именно поэтому его ненавидели, то есть, ты считаешь, как он труппажоры ненавидит веганов, которые им о любви, да, проповедуют, так что, вот так вот, ну, и по поводу, по поводу ближних, я уже что раз говорил, да, насильно ты понят, ты иначе ему подобишься, мы, когда дети света проповедуем, мы никого, веревка к стулу не привязываем, и электрошоком не пытаем, принуждаясь стать святым во всех сферах жизни, в любви, к природе, к животным, к людям, да, мы этого не делаем, но ты не потакаешь злу, во-первых, ты сам перестаешь в этом участвовать, ты уже становишься просто им ненавистен, и ты всегда будешь светить уже просто в своей жизни, это раз, в любом случае, от избытка сердца, как Иисус говорил, то есть от избытка жизни будет говорить и уста, это два, потому что если ты горишь этим, ты будешь все равно говорить, хочешь или не хочешь, вот, поэтому ты никого, конечно же, не ломаешь, но ты участвовать в этом не можешь, вот, это очень важно понимать тоже, иначе все тогда твое, да, веганство тоже самое, будет ничто, если ты будешь своих родных и близких в этом, да, сама якобы не ешь, но там им готовишь, все это, конечно, ты тогда никакая не веган, никакой любви в тебе нет, ты продолжаешь творить зло. Кролику не веган, потому что веганская еда не является полноценным питанием, Рафик Ильязов написал, Дмитрий, очень, есть очень небольшая, но информационно емкая, очень интересная книга, Святая наука, Шри Югтешвара, где в сутрах 9.11 главы 3 подробно описано анатомии травоядных, плотоядных и хищников, вплоть до ямали зубов и доказательства веганского происхождения человека с цитатой из Библии, ну, с цитатой из Библии я и сам привожу. Книга еще интересна тем, что она написана для западного читателя в конце 19 века, и текст построен на параллелях с текстом Библии. Потом еще недавно я сталкивался с роликом, где найдены скелеты древнего человека, у которого полностью отсутствуют клыки. Это, видимо, говорит о том, что в процессе эволюции, когда человек стал культивировать тропожорство, в клыках появилась необходимость. К тому же сейчас масса задокументированных научных подтверждений, статей медицинских, в том числе, что вирусных заболеваний не существует, а все заболевания связаны с интоксикацией клеток из-за употребления мяса и прочих токсичных продуктов. По поводу клыков сразу скажу, что у меня уже есть ролик в рамках вот этого же в общем-то к видео, к комментарии, которым и пишет Рафик. Я не веган, потому что у меня есть клыки. Это вообще чепуха. Вы знаете, от начала, кажется, звучит мудро, да, как очередной козырь в руках трупожоров для веганов, но когда разбираешься этим вопросом, понимаешь, это была полная тупость. Клыки человеческие, ты полный бред, их клыками не назовешь. Ими человек не может ни обороняться и не может никому навредить вреда, и они вообще никак не участвуют ни в мясе, ничего. У человека есть резцы, эти четыре клыка ничего вообще не значат. Есть резцы, есть зубы, которыми размалывают. Резцами, он точно так же, как и все полтоядные, обезьяны просто откусывают яблоки, вот и все, и пережевывают их задними. Эти четыре клыка, так называемых, это не клыки животных, даже те же самых полтоядных. Вот такие клыки, самые большие клыки вообще, это у бегемота, который абсолютно полтоядный, но у него вот такие четырёные клыки, клыки-калкияры, это такие же бивни там у слонов, да, они для чего сделаны? Они, во-первых, у них вот так направлены, да, они для чего им, для защиты? Плотоядным, да, у нас их нету, у нас ни когтей нету плотоядных, мы ничего ими сделать не можем, они у нас сломаются, да, обо что угодно, мы никакую плоть и мы себя с трудом поцарапать не можем, вон, сколько ни скреби, даже если отрастишь, там, все это так чепуха, уж тем более ты там не разорвешь, ну, поцарапаешь и все, это я так, конечно, это вот я же скребу, они же не такие, вы заметите, какие острые клыки, как они, ногти сделанные, их не зря, их не ногтями называют, а когти, это, они формой клюва у них, острые так, вон, кошка чуть цепанет, все, а если захочет тебя, даже кошка может тебя там разорвать, будешь неделю там заживать, перелезав, да, это все чепуха по поводу того, что там клыки, целый ролик на эту тему я записал, естественно, там на все это ответил, когда в этом начнешь правда разбираться, знаете, сначала с виду кажется, трупажор что-нибудь бросает такое по поводу клыков, эти мифы, думаешь, ну да, вот вроде надо что-то там оправдываться, когда вникаешь сам, просто сядешь, подумаешь, или вот послушаешь умные речи, думаешь, господи, какую дурь вот кто-то несет, и нам она сначала кажется истинной, оказывается, это дурь элементарная, вот эти вот клыки, которые, заметьте, они даже не выше ни одного зуба, там на миллиметр, что-то такое, что, какое-то отношение вообще имеет, ты что, убиваешь что-ли, ты что, впиваешься в жертву, ты мясо жрешь, которое переживать не можешь, и откусываешь ты его, чем резцами, которые тебе для того даны, чтобы и элементарные овощи, и фрукты надкусывать, вот и все, какие клыки, с клыками оставили, да, кому интересно, найдете все эти ролики в плейлисте «Не веган», потому что по поводу, я не стал читать, вот это «Святая наука», и не знаю, мне это нет, тем более там, не знаю, насколько там, мудр, не мудр, может и неплохая, я ничего говорить не буду, ни хулить, ни одобрять, я не знаю, я не стал читать, не стал даже смотреть, вот, хотя, может быть, в свое время появится желание, может гляну, по поводу цитата с Библией, уж кому, я как всегда говорю, я думаю, что у контента подобного моему, особенно веганство, глазами христианина, вряд ли вы на просторах, может я кого-то не знаю, знаете, таких как я, скиньте мне, пожалуйста, я веганов, христианин-то редко встречаю, даже действительно, которые не через меня пришли, я стал таких встречать, благодаря интернету, ни одного уже человека, мне пишут, уже до меня, то есть нашли мои ролики, говорит, да, я и веган христианин, да, там бывали сомнения, или вот именно страдает человек, и видя мои ролики, смотря, говорит, блин, я вот хоть утвердился, мне такая свобода, нашел там все ответы, вот так все ответы мудрые, на все эти, и когда его там раньше гнобили, те же самые христиане, трупажор, теперь он спокойный, и сам он даже отвечает, не говоря уж о том, что он в душе утешился, нашел все эти ответы, какие его мучили, почему то, почему все, вот, поэтому, меня даже больше бы заинтересовалось, там были не ссылки не на Библию, а на что-нибудь какие-нибудь другие, пусть даже так называемые писания, там, других религий, меня бы это больше заинтересовало, ну, может быть, особенно если там две главы, я может быть найду, прочитаю, может даже, если там действительно что-то стоящее, я может даже и ролик запишу, и, да, покажу это, да, вот, ну, так как я уже за три года достаточно, сделал, столько материала есть, который дает ответы на все вопросы, по поводу заболевания, там, от мяса, кто меня знает, да, оно смотрит, я в это вообще не лезу, вот, и, может и так, я, кто знает, я, закон может быть такой божий, да, но опять же, куча примеров, когда трупажоры живут, у меня бабушка, вот, недавно, да, ушла в Нереной, в 95 лет, и всю жизнь была трупажорка, вы знаете, это все такое себе, и не болело ни раком, ничего, вот, так что, это знаете, все такое себе, вот, поэтому, веганство это любовь, и я кроме этого ни за что не топлю, вот, потому что, и это истина, любовь, она не нуждается в доказательствах, ее каждый на своей шкуре испытывает, и знает, что такое любовь, что такое не любовь, а это все, замучаешься там, да, это все вопрос веры упирается, а любовь, это не вера, это знание, меня бьют, мне больно, я бью, вижу, как человек страдает, или животным, все очень просто, для познания истины нам все дано, глаза, уши, нос, язык, вкус, руки, тактильная вся кожа, мы все это чувствуем, все это испытываем, радость или боль, наслаждение или страдание, поэтому, а это все надо опять, кто-то там что-то доказывает, да, все и так понятно, поэтому, если он станет, причем я вам уж говорил, он сегодня станет, завтра отвалится, но сегодня он прочитает одну статью, может, она его поколебает, может, он там подумает, воздержаться, но завтра он отвалится, у него чуть-чуть головка бобо, да, к какому-нибудь врачу сходит, тот узнает, что он вдруг решил отказаться, и все это свалится, на круге своя, поэтому я не то, что не делаю это сам, я даже против того, вы всегда знаете, как я выступаю запробовать веганство по какой-либо причине, кроме как по любви к животным все это ничего хорошего, более того, это нанесет еще больше вред и этому человеку, и веганскому веганству, в частности вот жалко комментарий писал, она их удалила, что ли я хотел их найти их же все видно, к какому ролику, она, видимо, их удалила я вам так кусочками зачитаю, про кое-какие мысли вообще хотел сказать я помню, что комментарии были хорошие но видите, и все, в смысле, они большие были их надо было разворачивать, я что-то их заскринил в неразвернутом состоянии я и сам ей много написал и она два комментария больших написала, а теперь найти их невозможно, зачем-то люди удаляют вот по той же самой причине может отваливаться, да, может становится веганом, потом отваливается, хотя она ну давайте прочитаем дорогой брат, привет ну, братом обычно называют христиане да, поэтому возможно, что она христианка ну, невозможно, а так и есть, да, сейчас мы как же хорошо, что мы не одни а именно дочь моя сейчас в церкви целая война моя дочь, ну, когда у меня дочь в церкви у нас там целая война с религиозниками моя дочь веганка, уже 13 лет вернее сказать, сначала она была вегетарианка а потом уже стала веганкой ну, это мы все проходили три месяца назад она приняла крещение и поговорила с пресвитером что не может три месяца назад всего то есть она уже 13 лет ну, пусть там вегетарианка, веганка не все сразу это мы все такой путь многие проходили из нас вот, ну, она вот и недавно видимо, мама-то там давно да, некая Оксана Оксана Блюментал дочь, видимо, недавно туда затащила и вот она три месяца назад она приняла крещение и поговорила с пресвитером ну, с начальником да, что не может принимать вечерю из-за того что вино добавляет вино добавляет желатин он вначале проникся вроде чтобы она купила веганское вино а потом я так по памяти вам говорю хотя это полгода назад я все где-то заскринил долго не мог добраться до этих скриншотов комментариев этот ролик записать вот я помню, что она написала короче, да, она была но в концовке вот именно она так как она веганка если мама ее была вот это Оксана, я так понимаю и вроде как стала веганкой но была религиозницей да, там сейчас она мы увидим из другого комментария что 20 лет в этой секте пробыла и вроде как благодаря дочери стала вот еще и веганкой да то с дочерью наоборот она была вот именно много лет 13 лет там викторианка-веганка и вот мама ее в эту секту затащила и в концовке, насколько я помню она мне написала что как бы да вот она парила пресвитером вроде приняла а потом тут прерывается у нас текст но я по памяти вам скажу что она как бы ту мысль доносила и что она мне написала по-моему было о том что она как бы все-таки и дочь как бы пресвитеру ну и в общем любовь к животным и вот эта псевдо-христианская так называемая проповеди любви неизвестно о чем когда дело доходит и никакой любви нет она сказала мне такая ваша религия не нужна даром да какой любви вы поете о чем я все время и говорю да давайте мой комментарий зачитаем он тоже оборванный получается все не раскрыто я как-то поспешил видимо так заскринил не обратил внимания вы сделали мой сегодняшний вечер она много чего написала хорошего такого положительного да как я говорил мне все эти конечно свидетельства откровения комментарии меня тоже поддерживают мне важно видеть такие вещи да ко мне относящиеся или даже просто не ко мне да пусть и до меня это было мне какая разница если я вижу что люди где-то все это видят правильно понимают свидетельствуют мне сами эти свидетельства тоже очень интересны важны я отвечу пространно позже видео ну я вот по-моему ей хотел записать вот может даже отдельное видео она что-то там писала хорошее такое что меня цепляло да а если коротко то забейте на эти секты праведных грешников неспособных праведников в кавычки я беру то есть грешников неспособных отличать правые руки от левой отресите прах от ног своих и оставьте этих мертвецов и дальше погребать своих мертвецов ну то что она там писала что они пытались они делали они говорили они показывали объясняли но они так и не смогли принять истину поэтому я пишу уже по так скажем закону Библии кто с Библией знаком как Иисус делал как апостол делал раз два три сказал вот ну и что еще что-то еще есть один действенный конечный способ это оставить человека это такой ультимативный крайний способ ты просто оставляешь его со своим злом с теми злодеями которые его окружают и они уже начинают друг другу жрать вот и тогда когда на своей шкуре испытывают когда нет рядом овечек доброты они все начинают понимать ну я что-то дальше написал я уже сам тоже не помню она мне ответила спасибо за ответ уже 10 дней когда меня стало доходить что я была зависима от человека стыдно перед Богом стыдно каюсь а в душе где-то глубоко какая-то свобода тяжело было признаться самой себе что я в религию попала и 20 лет там пробыла но счастлива просто счастлива в том что еще на земле Господь открыл что еще на земле Господь открыл по своей милости что он главный и открывается мне теперь ну и опять текст обрывается ну в общем такая вот ну так как веган по Библии все-таки формат этих ответов мой и был хороший жалко вот там что-то было такое я бы лишний раз что-то поговорил ответил бы прокомментировал ну вот так я просто все равно по памяти то что люди выбирают конечно же между сектой и свободой и свободой это хорошо между ненавистью к животным и испытывают и выбирают любовь тем более еще там было бы что на весах важное да эту секту все эти секты вообще в принципе никому не нужны да этих надо целиком и полностью отказываться от всего этого и обретать вот именно свободу по плоти немаловажно да все эти бреди которые вам понавешали что вы там что-то должны их кому-то десятиды какие-то да свое время тратить ходить туда всю чепуху слушать бред да помогать можно тем кто помогает тебе душевно то же самое вот но когда там все в обязаловку да это все чепуха бог истина это свобода и любовь о чем мы с вами сегодня поговорили в концовке вас отправлю нас уже конкретно к разделу веганства на своем канале на этом на котором вы и смотрите все эти видео я раздел веганства поделил на 10 плейлистов все они у вас на экране ну в частности это видео и очень важно к этому видео кто скорее всего смотрит все-таки христиане по большей части этот ролик добавлен добавлен будет сегодня в плейлист веган по Библии и там все что касается Библии все места которые якобы как-то связаны с убийством животных или наоборот любовью веганством ветхого от начала первой главы книги бытия и до всего там до последнего весь новый завет все я разобрал все по полочкам так что все кто интересуется веганством во Христе есть конечно еще один плейлист очень близкий это веган во Христе где я так в свободе от слова тоже говорю я думал или туда эти ролики собрать там ответ на вопрос но не суть важна то есть все то же самое только я уже больше в свободе не обращаясь прямо к писанию не зачитывать целиком кто помнит все эти тексты вот там все это есть ну очень тоже хороший плейлист он в принципе где-то синхронно идет похоже на веган по Библии не веган потому что я отвечаю на все разные вопросы трупажорами поставленными перед веганами вот там как раз эти все веган потому что клыки и так далее на котором мы сегодня тоже тема вспоминали скудная пища а как же быть на севере в этом плейлисте я на все эти вопросы ответил веган по сердцу потому что человек тоже где уже нету моих роликов все что я мог собрал с интернета собирал интересные так скажем известных веганов активистов проповеди видео выступления там лекции ну все такое да там и фильмы клипы и социальные ролики ну все что такое да выступления какие-то и отдельно это фильмы о веганстве и вегетарианстве тоже кому и пять плейлистов я еще выделил в отдельно кому интересно тоже они все тоже важны это хищники домашние животные там охота цирки по продуктам веганским почему веганы не едят мясо рыба молоко все такой мед и так далее веган по здоровью вот как раз сегодня тоже тему затрагивали я даже в отдельно выделил вегетарианство и веганство я тоже в отдельно выделил ролики что вегетарианства недостаточно ну есть отдельно творчество веганское песни, стихи, цитаты сказки и все такое на этом у меня все всем желаю добра всем желаю стать веганами раскрыть в себе полноту Божьей любви ко всему его творению животные и растительный мир частью которого он является ибо он всячески во всем кому нравится ставьте лайки к роликам обязательно не забывайте делитесь им на своих ресурсах в соцсетях в каналах в ютуб телеграммах в форумах в общем все что у вас есть ну и в личных сообщениях тоже с друзьями знакомыми кто не подписан подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых роликах ну и пишите ваши комментарии я все читаю и отвечаю стараюсь на все вопросы которые там есть у вас о о о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok